Это лето будет незабываемым. Так, надо составить список дел на лето. Тебе скучно? Угу. Не знаешь, чем заняться? Ага. Тогда продолжай смотреть это видео, чем заняться, когда скучно. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Первое и, пожалуй, самое банальное, что я могу тебе предложить, это отправиться на улицу. Сейчас лето и проводить время на свежем воздухе просто необходимо. Конечно, тебе может быть лень подняться с кровати, но поверь, если ты себя пересилишь, то на улице тебя ждет море приключений и новых приятных мыслей. Отправиться в неизвестное место. Попробуй один или вместе с друзьями сесть на случайный автобус и проехать на нем определенное количество остановок. Выйди в неизвестном тебе месте и просто отправляйся гулять. Изучай новые места, веселись и просто получай удовольствие. Только не забудь взять карту или телефон, чтобы случайно не заблудиться. Куда мы пришли? Мы потерялись! Творчество Если погода на улице не супер, то попробуй порисовать или заняться любым другим творческим делом. Например, я хоть далеко и не художник, но очень люблю рисовать и в последнее время просто обожаю заполнять разные творческие блокноты. Я уверена, что и ты сможешь найти себе что-то, что будет тебе по душе. Фотографировать природу Выйди на улицу и просто подними взгляд на небо. А теперь взгляни на растения, цветы и зеленую траву. Летняя природа очень завораживает и ей можно просто любоваться или даже взять камеру и сделать тысячи шикарных снимков. Все в твоих руках. Настольные игры Это кажется так просто и банально, но колись, когда ты в последний раз играл в шахматы? А ведь это реально очень увлекательное занятие. Читать книги Наверное, ты решишь, что этот пункт слишком скучный, но не спеши его пропускать. Читать книги это действительно интересно. Просто начни и ты очень скоро втянешься. Рисовать мелками Почувствуй себя маленьким ребенком и просто рисуй и пиши все, что тебе придет на ум. Поверь, ты даже представить себе не можешь, насколько это может быть интересно. Учить фразы на другом языке И я включаю переводчик и ввожу сюда нужную фразу Привет, меня зовут Маша Жука. И теперь самое интересное, слушаем Я уже почти запомнила Я не умею говорить на японском Если меня смотрит человек, который реально знает японский, то это, наверное, позор. Ну а теперь хватит думать только о себе. И последний мой вариант сделать приятное близким. Попробуй сделать маленький подарочек своим родным или друзьям. Скажи им что-то хорошее или просто помоги с домашними делами. Для тебя это не так трудно, но им будет очень-очень приятно. И на этом было все. Не забудь написать внизу в комментариях свои планы на август, я обязательно прочитаю. А если ты поставишь пальчик вверх к этому видео, то мне будет просто очень приятно. Я вас всех очень-очень сильно люблю и желаю вам отлично провести последний месяц лета. И всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова